друзья всем привет вы на канале бабки рулят здесь мы как обычно говорим о том как и где можно зарабатывать в интернете а также говорим об инвестициях сегодняшнем видео я хотел бы поговорить о том почему нужно добиваться финансовой независимости то есть занимаясь инвестированием у нас должны быть какие-то определенные цели и закрывая последовательно одну цель за другом финише мы должны добиться всеми нами манящий так финансовой независимости то есть дойти до такого порога когда инвестирование у нас станет пассивным ну и для наглядности друзья хотелось бы привести вам пример что чем раньше мы начинаем инвестирование тем быстрее мы добиваемся этой самой финансовой независимости в одном из видеороликах мы уже затрагивали данную тему давайте теперь поговорим более конкретно и рассмотрим различные варианты один из таких возьмем допустим вам 20 лет и вы хотите к примеру к 30 35 годам выйти на пассивный доход то есть получить ту самую финансовую независимость давайте разбираться сколько денег нужно ежемесячно и инвестировать и вообще посмотрим получится ли у нас это сделать или нет и так друзья смотрите допустим нам 20 лет у нас нет денег но мы являемся наемным рабочим скорее всего в 20 летнем возрасте у нас какой-то супер большой зарплаты наверное не будет можно конечно посмотреть различные таблицы графики росстата где указывается что средняя зарплата по россии в районе по моему 42 или 49 тысяч рублей тут нужно понимать что все зависит от региона и в москве естественно зарплаты будут намного выше на севере они также выше а в южных регионах эти самые же зарплаты будут на порядок или даже в разы ниже к примеру я живу в уральском регионе в городе екатеринбурге и у нас средние зарплаты наверное в районе 30 40 тысяч рублей соответственно если вы молодой специалист давайте возьмем допустим зарплата будет 30000 ну и соответственно давайте сейчас рассмотрим разные варианты один из таких это режим наверное такого скруджа когда мы на 15 тысяч будем как-то жить выживать остальные деньги мы будем инвестировать изначально у нас будет 0 рублей и будем мы вносить по 15 тысяч рублей процентную ставку по акциям мы возьмем в районе где-то 14 15 процентов то есть давайте по минимуму 14 процентов и так допустим нам 20 лет за 10 лет мы хотим заработать какой-то капитал что выжить пассивно давайте посмотрим получится ли у нас сделать это то есть берем 120 месяцев и жмем рассчитать и так смотрите друзья через 10 лет то есть к 30 годам у нас будет сумма 38 миллиона рублей до сумма конечно не очень большая но принципе какой никакой доход она конечно же будет нам приносить но если так разобраться никакой финансовой независимости через 10 лет говорить наверное не стоит нужно понимать что с такого капитала пассивный доход он будет достаточно низкий и так давайте теперь изменим немножко наши данные допустим мы с 20 лет будем инвестировать до 35 то есть это будет не 120 месяцев а 180 также жмем рассчитать а вот здесь уже друзья у нас сумма получается в районе 9 миллионов рублей что уже согласитесь достаточно хорошо конечно же данный расчет он достаточно грубый у нас может быть какой-то первоначальный капитал мы можем где-то подзаработать у нас также могут увеличиться наша заработная плата и соответственно мы ежемесячно сможем откладывать больше есть многие люди которые очень и очень серьезно относятся к инвестированию и они просто все абсолютно все свободные деньги вкладывают в инвестиции то есть неважно подарили вам на день рождения на новый год там тысячу пять тысяч рублей все складывается в копилочку и соответственно каждый вложен рубль каждая вложенная 500 рублей тысячи пять тысяч десять тысяч рублей на большой дистанции они делают свое дело то здесь работает уже сложный процент очень хорошо когда вам 20 лет и вы задумались о том что можно и нужно начинать инвестировать и соответственно к 35 годам можно выйти вот на такие замечательные результаты другой вопрос если вам допустим сейчас уже 30 лет и вы хотите к 50 годам выйти на пассивный режим но у вас к примеру жена двое детей квартира в ипотеке и машина логан в кредите как же тогда нам быть если у нас денег очень и очень мало здесь сразу же стоит отметить что конечно же на детях на 7 экономить не стоит но если вы всерьез задумались допустим с 30 лет до 50 выйти на финансовую независимость накопить себе на пенсию чтобы все было хорошо конечно же здесь нужно будет собирать семейный совет и говорить о том что мы будем пересматривать наш семейный бюджет смотреть где у нас утечки какие дыры куда у нас деньги утекают к примеру у моих у многих друзей также есть дети и они просто не считают деньги допустим ребенок говорит я хочу купить им не игрушку за 5 за 10 тысяч рублей за 15 тысяч родители получают всего лишь там по 30 тысяч рублей в данном случае конечно же ребенку нужно объяснять что деньги не растут на деревьях они не берутся из ниоткуда и не падают с неба ребенка нужно тоже учить финансовой грамотности из всех моих знакомых только у одного я знаю ребенок зарабатывает деньги причем доход у моего знакомого достаточно хороший но просто так деньги он своему ребенку не дает для того чтобы ребенок заработал свои деньги он допустим моют посуду моют машину и еще выполняют какие-то задания какие-то действия то есть у него уже в раннем возрасте складывается эта картинка и он начинает понимать откуда берутся деньги но друзья даже допустим вам 30 лет и вы хотите также выйти на пенсию допустим допустим ну давайте возьмем изначально у нас к примеру есть 30 тысяч рублей мы зарабатываем около 40 тысяч у нас семья дети кредиты ипотеки поскольку мы сможем откладывать ну давайте пусть по 10000 я думаю можно будет как-то сэкономить пересмотреть свой бюджет и соответственно начинать инвестировать и период нашего инвестирования будет 20 лет то есть мы с 30 до 50 посмотрим получится ли у нас накопить сколько денег и вообще получится ли это сделать жмем рассчитать смотрим и смотрите друзья какая замечательная цифра у нас почти 13 с половиной миллионов через 20 лет и соответственно если мы будем жить немного скромнее то через 20 лет когда нам будет 50 в принципе это еще не пенсия да то есть если брать официальный возраст 65 то есть мы еще будем бодры и активны и у нас будут деньги но если вам кажется что 10 тысяч экономики то очень много давайте посмотрим 5 я думаю 5000 это такая сумма ну в принципе которую наверное сможет удерживать наверно практически любой среднестатистический житель я конечно же понимаю что есть малооплачиваемые работы и также в некоторых регионах зарплаты очень низкие но все-таки для себя нужно понять что мы хотим в будущем иметь эту самую финансовую независимость либо же сейчас жить и ни в чем себе не отказывать жмем рассчитать и смотрим что даже если мы по такой маленькой сумме будем откладывать по 5000 то через 20 лет то есть 50 грамм у нас будет достаточно ощутимая сумма почти 7 миллионов рублей ну и давайте возьмем уже более такой глобальный срок то есть 360 месяцев это 30 лет то есть мы с 30 лет будем до 60 копить откладывать будем также по минималке по 5000 рублей 5000 рублей это я считаю такие небольшие деньги и смотрите друзья какую огромную сумму мы получаем на дистанции 30 лет откладывая по 5000 это практически 30 миллионов рублей если же мы увеличим эту цифру до 10000 то сумма соответственно у нас увеличится сумма увеличивается у нас более 56 миллионов рублей как бы друзья понимаете работа здесь сложный процент помноженный на время то есть поначалу мы откладываем эти деньги откладываем вроде бы у нас капитал не растет не растет не растет но проходит какое-то время и у нас все меняется рост нашего капитала он практически ответственно он идет очень сильно вверх так что друзья выбор всегда за нами как жить либо жить одним днем сегодняшним ни в чем себе не отказывать покупать самые дорогие вещи самые дорогие автомобили и смартфоны гаджеты недвижимость и так далее либо как-то себя чуть-чуть немножко хотя бы ограничивать то хотя бы на те же самые 5-10 тысяч рублей по минимуму и соответственно в будущем когда мы станем старше у нас будет меньше сил чтобы очень сильно не напрягаться не вкалывать где-то на работе а просто жить на проценты от нашего капитала надеюсь друзья что вы уловили мой посыл о том что я хотел вам сказать так что желаю всем финансовой независимости хороших инвестиций больших дивидендов и до новых встреч пока пока